Ну вот я сказал, что мне было удивительно прочитать эту вещь не потому, что она сама по себе удивительна, а потому что... Она сама по себе отвратительна? Нет. Ну вы, тем не менее, удивились, что она не настолько отвратительна. И все прекрасно то, что удивительна. И очень много как раз из того, что удивительно, бывает отвратительно. Так что нет, здесь не надо передергивать. Просто не ожидал я от вас. Вот именно такой жанр. Давайте, чтобы не я своим словом рассказывал в двух-трех словах для тех, кто еще не прочитал книгу, а вы расскажите, что это такое по жанру в вашем представлении авторском. По жанру это утопия. Это не антиутопия, то есть отрицательное описание будущего. Антиутопию любой напишет. Как говорила одна моя студентка, сильно пьющая, Юрий Николаевич, для такой сценарий напишет любой алкаш. Так вот, ну антиутопию, конечно, не любой алкаша пишет почтенный литератор, но это довольно легко. Но здесь ведь не будущее, здесь прошлое. Да, для антиутопии ничего не нужно. Для антиутопии нужно только подмечать отрицательные стороны нашей действительности, которые существуют и которых много, и, собственно, экстраполировать будущее, все. А вот для утопии нужно описание некого идеолога. Несмотря на то, что эта книга касается 17-20-х годов России, она является утопией. Потому что то, что там описано, есть мой взгляд, оптимистический взгляд автора, точнее, описание условий, при которых история России в 20-м веке пошла бы, как мне кажется, благоприятным для России путем. Так что это моя единственная положительная, оптимистическая, жизнеутверждающая произведение, которое вообще вышло из-под моего пера. И когда я, значит, читаю, вернее, мне рассказывают, по-моему, литературной России или советской России, что это антиленитское произведение, я понимаю, что это просто люди пролистали первую главу и, значит, поняли, уверили себя, что они все осознали в этой книге, все как бы понятно. Там ничего не понятно. Ленин в этой книге сугубо положительная величина, так же, как и государь Николай Александрович сугубо положительная величина. И их кооперация могла бы привести Россию к благоприятному историческому развитию. Могла ли она быть в реальности? Конечно, нет. Это утопия, это фантазия. Но эта книга о том, что только политический компромисс в 20-м и в 21-м веке может направить историю в благоприятное русло для народа, для национального развития, для социального развития. Компромисс. Естественно, такого не было. Проблема в том, что мне пришлось, если бы с самого начала я бы залудил или, как сейчас говорят, накосячил бы людей с пёсими головами и православных коммунистов, это было бы совсем не то. Это был бы не тот жанр. Это был бы жанр антиутопии. А мне пришлось прятаться за факты, чуть-чуть экстраполируя их, чуть-чуть подправляя, и делать видимость реальности в абсолютно нереальной фантастической истории. Значит, единственный выверт, собственно говоря, постмодернистский, который я себе позволил, поскольку воспитывался в соответствующую эпоху восьмидерастов, как нас называли, людей, для которых постмодернизм как родная тётка, единственное, что я здесь позволил, это расстрел в доме Ипатьева не царской семьи, а Джугашвили, Свердлова и Ижеснин. Вот это мой единственный, как мне кажется, хулиганский выверт в этой книжке. Всё остальное под всем остальным можно найти некие, ну как бы вам сказать, исторические предпосылки. Не политкорректно, но без злого умысла, иронично, но без сарказма, пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Попроб sisters. С понедельника по четверг в обычной х문тосанции! С понедельника по четверг-длёка по четверг в 15.30 мы mesmerizad по четверг в 18.30 мы mesmerizade.